Страшная правда о смерти Игоря Талькова Спор о том, кто же виноват в ужасающем событии и тут до сих пор. Официально подозреваемых двое. Валерий Шляфман и Игорь Малахов, который на тот момент был возлюбленным певицей, а в 2016 году скончался. С последним у погибшего исполнителя случился публичный конфликт за некоторое время до выстрела. Несмотря на то, что напрямую мало кто подозревал саму Азизу в убийстве, тень события легла и на нее. Артистка тут же оказалась в центре внимания. Некоторые, как Игорь Черненков, жалели ее, другие же обвиняли во всех грехах и не упускали случая, чтобы унизить знаменитость. Артист рассказал, что на одном из мероприятий выступали все звезды отечественной эстрады. Азиза хотела развлечь публику, а потому принялась собирать всех участников события в круг. Она подошла к трем крупным мужчинам, которые, как оказалось, потом служили в правоохранительных органах. Однако дружеский жест певицы был грубо отвергнут. Убери руки и не подходи. Прикрикнул на Азизу один из них. Игорь Черненков поинтересовался у них, в чем дело. Ему ответили, что все из-за Игоря Талькова. На вопрос о том, знают ли они, кто убил артиста, ему не ответили. В северном аукционном доме на торги выставят рукописи песен «Чистые пруды» и «Летний дождь», а также лично подписанные водительские права музыканта Игоря Талькова. Как передает газета «Петербургский дневник», сами торги прошли 25 и 26 августа, а вырученные средства пойдут в бюджет организации концерта в память о погибшем Игоре Талькове, который организовывает его сын. Как объяснил Игорь Тальков-младший, продажа рукописи – вынужденная мера, так как концерт будет не просто музыкальным выступлением, а целым дорогостоящим шоу, его организация требует больших вложений, чем изначально рассчитывалось в бюджете. Все три лота стартуются от 100 тысяч рублей, при этом эксперты оценивают водительские права музыканта в 2 миллиона рублей, а каждую рукопись по 1 миллиону рублей. От изначальной идеи выставить на продажу гитару певца отказались, так как она дорога сыну как память. Памятный концерт пройдет в день гибели певца 9 октября. Напомним, в этом году трагедии исполняется 30 лет.